Привет, чемпион! Сегодня я дам тебе очень четких и эффективных фишек по удару ногой в голову. То есть не просто хай-кик взять и пробить, а именно хай-кик после какого-то обманного движения. То есть это часто проходит в боях и очень эффективно именно для четкого попадания и нокаута ногой в голову. Поехали! Итак, сегодня покажу тебе три классных фишки. Первая фишечка для удара на ногу в голову называется бразильский хай-кик и еще его называют из пивкушина хай-кик. Да, больше в пивкушине этот удар не шел именно в хай-кик. То есть суть удара какая? Ты притравливаешь противника в фронт-кик. То есть работаешь фронтами, там пару раундов работаешь фронтами. Когда противник уже, ты видишь, что он начинает отпускать перчатки, прикрываться локтями, пытается сделать сбивку или схватить ногу левой рукой. Да, то есть я тогда полностью показываю всем видом, что бью фронт-кик, а сам забрасываю ногу и пробиваю голову. Это очень эффективный удар, так как очень часто, когда уже противники уставшие, он приводит к накару. То есть суть какая? Фронт-коп прихватил. Я вижу, что он хватает, опускает майдон. И я забираю и отсюда просто выношу. То есть суть удара какая? Ты выносишь колено, показываешь всем видом, тазом, что ты бьешь фронт-кик, а сам, проворачиваясь на опорной ноге, бьешь хай-кик. То есть получается фронт и бэк, сразу хай-кик. Ударик очень жесткий и довольно быстро, абсолютно неожиданно. Особенно, когда противник начинает отпускать левую ручку, чтобы схватить или сбить. И суть еще раз. Фронт! Чун! И все в голову в лектаре. Вторая фишка, которую я тебе хочу показать, это хай-кик после лоу-кика. Это уже именно тайская фишка. Суть. Целые, да, там, несколько, 5-10 ударов мы делаем притравку лоу-кика. То есть идет бой, ты набрасываешь удары и постоянно всаживаешь лоу-кики или миддл-кики. Противник все время старается выставлять блоки, делать подставочки. Когда бой заходит в такой уже, там, второй, третий раунд, противники устают и могут даже начать опускать перчатки. Особенно, когда нога отбита уже. Уже стараются просто руками отмахнуться как-то, прикрыться. И отсюда я всем видом показываю, что бью лоу-кик, опускаю корпус, опускаю, то есть голову, да. И с этого положения бью лоу-кик, полностью сношу голову. Очень эффективно, особенно если ты в него вкладываешься. И еще раз работаем. Пол-кик, пол-кик, опускаю. И отсюда забиваю, уже выношу. Тоже нокаут практически гарантирован, если четко попадешь. И последняя фишечка, это также можно назвать ее чисто фишкой муай-тай, так как больше я не видел, чтобы ее использовать. Это фронт-кик именно в лицо. В карате есть удар, он тоже хорошо проходит. Снизу вверх, голову ногой. То есть принцип тот же самый. Сначала притравлю противника фронт-киками в корпус. То есть пробиваем один-два удара. Он начинает опускать лодки, руки прикрывать. И потом уже, когда мы это видим, очень неожиданно всем корпусом. На подскоке с опорной ногой пробиваем голову. Оп. И туда в лицо просто заталкиваем. Если не будет блока, тогда чисто проходит в лицо. Вероятность нокаута здесь не очень большая, скажем так, потому что удар все-таки больше толчковый, но нанести повреждения хорошие тоже можно. Особенно в нос, если попасть пяткой там дальше. В карате этот удар выполняется как не фронт-кик, а снизу вверх. То есть идет удар просто снизу вверх под ушечками в подбородок. Тоже очень эффективно. Сильно таким ударом отправила нокаута по правилам ММА бойца. То есть то же самое. Ручки у противника широко стоят. И между рук снизу вверх подбородок получает за этот удар. Но его надо делать очень быстро. Чжи! Попал, достал. У этого удара есть один большой минус. Это большая травмоопасность. Потому что если противник там выставит руку или подставит локоть, и ты с этого удара ударишь в локоть, ломаются пальцы. Очень часто у каратистов ломаются пальцы от попаданий в локтей после такого удара. А фронткик, он абсолютно не травмоопасный, потому что мы просто выталкиваем. То есть ты бьешь не снизу, как в каратэ, а прям, просто в лицо, в голову прояваешь. Эти фишки отлично подходят и для ММА, и для ММА, и для К1, так как везде разрешены эти удары. Я больше чем уверен, что тебе понравились эти фишки, но для того, чтобы их применить, конечно, нужна более-менее хорошая растяжка, и ты должен просто доставать на мой голову, чтобы их сделать. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями. Удачи в тренировках! Субтитры сделал DimaTorzok